К первому сентября в полном обмундировании. Ангарская школьница Анастасия Мухамедзянова приводит в порядок китель. Шевроны, нашивки, лычки, петлицы, погоны. Все на месте. Остальное тоже требует внимания. Кокарды на пилотке держатся как надо. Рубашка и юбка выглажены. Камуфляжные куртки и брюкам вопросов нет. По словам Анастасии, весь комплект обошелся родителям почти в 10 тысяч рублей. Но ученица специализированного класса ГУФСИН считает, ее форменная одежда того стоит. Когда я чувствую себя в форме, это ответственность и уверенность. Сегодня мы проводим с вами смотр формы, наличие ее и готовность вашу к первому сентября. Обязательная процедура. За неделю до начала учебного года классный руководитель Елена Божидомова осматривает внешний вид учащихся. Замечания в основном девочкам. Их просят заколоть волосы и не носить туфли с блестящими пряжками. К юношам претензий нет. У всех опрятная форма и короткие стрижки. Из блестящих элементов только часы. Носить их на занятия уставом разрешается. В принципе, нарушения по форме практически дети не допускают. Ну, конечно, мы как можем отстранить от занятий ребенка? Он будет заниматься, но замечания дисциплинарные у него будут. В случае двух дисциплинарных замечаний в школу вызывают родители. Кстати, в классе ГУФСИН особое требование к внешнему виду не только самих учащихся, но и канцелярских принадлежностей. На обложках тетрадей по специализированным предметам, кинологии, началам юриспруденции и основам выживания не должно быть блесток и ярких картинок.